что у нас сейчас созревает в августе в это сентябре сегодня 3 сентября вот такие поздние яблочки они будут и весь сентябрь созревать а вообще свой такой вкус хороший приобретают сладость уже к октябрю этот у нас персик такой ну персик дерево но еще не плодоносит ему все два года и вымахал что-то очень большой стал груши что мы только не делаем делали пюре его груши делали пюре коля говорит это дюшес это были здесь мы купили с ними пюре делали сок сейчас делаем соковарки не знаю какой раз груш в этом году много молдова сохнет некоторые ягоды сохнет что-то вот настоящий молдова местный тоже поздний тоже вот сохнут что-то некоторые как вот это ранее черешенка у нас майская вдруг начала из почек еще рожать листики осенью все лет сидела вот эти выскочили там нижние вот еще груша это уже практически ничего нет на первых падает постоянно вот она падает вот хорошие есть которые милая это молдова красивый он очень вкусный такой кисло сладкий больше сладкий чем кислый когда он созреет вот еще один наград он вот в августе поспевает и мы тоже из него сок делаем давай коль из него завтра сделаем сок еще уже третий раз наверное уже будем делать сок можем и сейчас уже сил нету вот я сейчас обрабатывала вот эти поздний яблоко обрабатывала еще у нас есть вот он все поближе снимаю смотри вот везде 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 уже третий раз сок делаем из него а вот это розовый какой-то несозрелый в этом году то ли от за этой гнили вот он вообще слаще еще один розовый даже даже у него ситуация не очень сладкий а должен быть вкусный сладкий странно еще персик вот для сравнения вот такой маленький персик этот большой был вот еще персик тоже небольшой галерея там груши на заднем плане он тоже сколько раз мужа сок делали грушевой коли даже грушево сливы выделали не знаю раза три-четыре наверное уже не считая пюре грушево так вот этот у нас не не знаю название мы как-то забыли покупали забыли название это вот сладкий такой зеленый или как желтые называют ну тоже у него какая-то есть паниель вот и он очень в меру сладкий такой хороший вот он уже желтеть начал от когда она переспевает он уже желтеет его что-то много из него тоже на что-то делать мы его не съедим но он такой не очень красивый это я обрабатываю вот это все дело это обработка фитоспорином если он будет его мало то у него будут два раза больше в грозди а так как так ягоды на грозди а так как его много много его то он мелче так что у нас еще какой огромный абрикос что-то второй год уже не плодоносит что у нас еще плодоносит реклон еще помидорчики у нас плодоносит новичок новичок волкоградский так да так что то они не очень в этом году первый раз такой вижу тоже персики тоже и тоже небольшой вот еще поздний сорт яблок golden но они очень сладкие очень но вот в этом году его много и они какие-то мелкие все должны побольше быть и какие-то все вот хотя я их обрабатываю можно сказать каждые полмесяца как сказали в питомнике но все равно какие-то в них то ли они такие должны быть не знаю наверно такие должны быть вот созревают . к октябрю вот еще у нас позднее слива это гибрид назвали его цыганский баронтку продавал знаю в интернете такого вообще не нашла вот вот похож на персик все жесткий жесткий вот они похожи на персик такую темную фиолетового цвета но они еще не спелые и вот еще слива она уже плодоносит уже можно кушать такая вот она можно сказать зелено-желтая такая вот она но она очень сладкая просто приторная вот если потереть она зеленая вот она с налетом таким голубым вообще вот она такая зеленая слива вот она еще но она уже мягенькая так чуть-чуть мягенько почти проваливается она уже сладкая должна быть вообще если она упадет вот сюда прям как мед это уже спелые вид у нее как будто она не спелая на самом деле она спелая такая вот еще у нас был то есть вот этот цыганский барон у нас первый раз плодоносит и мы его не знаю даже его вкуса но так падает от ветра от всего что можем даже не дождаться весь упадет вот это вот недавно поле срубил этот реклон потому что у нас есть вот это вот сладкая а река мне такой сладкий вот этот валяется мы из него сейчас сок сделали рекла местный ну и все на тузик сейчас я тут попробую их надо мыть потому что я обрабатываю часто несмотря на то что я ее давно уже обрабатываю а все равно вот налет обработки он чувствуется на зубах дерево такое вот так растет тоже я на него заложим как утки я думала ты гусит а коля говорит это утки вот он у нас на зазоре вот он должен быть желтым когда созреет ну так вот это была грушу мы убрали еще здесь две груши было вот зимние поздние они у нас не успевали созревать мы их тоже убрали потом вот здесь была яблонька сгнила чат у нее корень с к ним тоже убрали и еще одну такую вот вуечную вишню вот там красавица тоже убрали там подальше где коля ставит так вот она зеленого цвета если ее помыть кули она зеленого цвета но вот это вот сладкой который короче она желтая очень сладко к этому забору это же не не знаю сколько лет наверное с сороковых годов здесь дерево не гниет вообще не гниет так как дождей нет вот это вот этот как его камуш здесь дерево вообще не гниет вот как вот наш вот они были такие здесь коля нашел денежку царских времен там царь николай коль а денежка какого значения у тебя сколько там пятак ну царских времен ты нашел денежку сарем николай пятак там или что выбросил на шарка 30 градусов а коля ходит в длинных рукавах в этом шарах своих в этих тренировочных тёплых носках ну чё подделал немножко этот забор то нам хватит куда нам сто лет нам еще лет 20 от силы 80 до 70 тащи в силах 80 ну они уже деревья уже желтеет вот это вишни уже лисики как скукожились вот а груши еще и еще она вот спеет он коля насобирал тут и ежики ее едят целое ведро вот она такая она ой хорошая такая грушка мягкая такая работает Ну, с оторвёшенькой. Хе-хе, как рюшка. Ну, с оторвёшь. Ну, с оторвёшь. Пигли, пигли. Тигли, тигли. Какая тигля? Бигли. Я и говорю, бигли. Взяла грушу показать. Ну, уже снять её. Она взяла, оторвалась. Маленькая? Не, не очень сладкая. Надо жёлтой быть, она зеленоватая. Вот она, как у вас, самая хорошая. А жёлтая тоже она не выгонит. Какая-то невкусная. Сладости мало. Маленькая. Сладости. 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 Маленькая. Мы тут объедаемся. Живот не срабатывает даже, все переваривает. Световидка, как там же эта железа поджелудочная, не успевает. Ферментов не хватает. Ферменты. 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 Продолжение следует...